Президент Франции и итальянский вице-премьер поссорились из-за иммигрантов. Это не первая словесная перепалка Эммануэля Макрона и Матео Сальвини. Почему и как спорят европейские лидеры, расскажет Елена Абрамович. В этот раз первым разразился критикой Матео Сальвини. Итальянский вице-премьер в тот момент встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Оба настроены критически в отношении иммигрантов. Сальвини, дискутируя на тему беженцев, стал обвинять французского президента в лицемерии. Дескать, Макрон проповедует европейское сотрудничество, но проигнорировал просьбу Италии помочь с беженцами. Учитывая, что президент Макрон тратит свое время на чтение лекций другим правительствам, ему в первую очередь следовало бы открыть свои собственные границы. Начать можно с границы в Вентимилье, хоть завтра утром. Утром на следующий день Эммануэль Макрон катался на велосипеде. Вместе с датским премьером осматривал Копенгаген в рамках официального визита в Данию. Но по просьбе журналистов ответил Сальвини и Орбану, которые практически объявили его своим общим врагом. Понятно, что сегодня между националистами и прогрессивными политиками существует большая пропасть. Я не уступлю националистам и тем, кто проповедует ненависть. Если они хотят видеть меня своим главным противником, то они правы. Такие диалоги по телевизору между лидерами Италии и Франции уже стали привычными. Недавно Макрон, например, назвал отказ Италии принимать беженцев популистской проказой, которой страдают соседи французов. А Сальвини описал французского президента как вежливого молодого человека, употребляющего слишком много шампанского. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.